Добрый вечер. Это громадская на русском. Юрий Мацарский и Ксения Туркова в студии. Здравствуйте. И самые важные новости для Украины и постсоветского пространства. Тем у нас сегодня будет, как всегда, много. Во-первых, поговорим о перспективах обмена Надежды Савченко на представителей российского разведывательного управления. Сегодня поговорим с адвокатами с обеих сторон об иске австралийцев в Европейский суд по правам человека против России. Иск связан со сбитым Боингом. К чему могут привести массовые выступления в Казахстане. А также поговорим о поправках в Конституцию, которые приняты в Таджикистане. И теперь президент там становится практически вечным. Ну и завершим все разговором о декоммунизации. Причем не только в Украине, но и в Польше. Вот об этом будем говорить сегодня. Ну и начнем мы, как уже сказали, с вопроса о том, насколько возможен обмен в ближайшее время Надежды Савченко на Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Дело в том, что вчера, 23 мая, вступил в силу приговор российским военнослужащим Евгению Ерофееву и Александру Александрову. Напомню, что суд приговорил их к 14 годам лишения свободы. Ерофеев и Александров были задержаны украинскими военными в ходе боя в районе поселка Счастье Луганской области в мае 2015 года. Сегодня стало известно, что ни осужденные, ни защита прошения о помиловании подавать не будут. Более подробную информацию мы сейчас узнаем у адвоката Евгения Ерофеева Оксаны Соколовской, которая выходит с нами на связь по скайпу. Оксана, здравствуйте, вы слышите нас? Да, Оксана, вы слышите нас, да? Да, да, да. Скажите, пожалуйста, с чем связано решение не подавать прошения о помиловании, потому что, насколько я помню, совсем недавно защита рассматривала именно такой вариант все-таки обратиться к президенту Порошенко с просьбой о помиловании. Во-первых, ни разу защита такой вариант не рассматривала. Мы рассматривали сам факт помилования и вынесение акта о помиловании, а именно указа президента. Но при этом ни разу защита не говорила о том, что именно осужденные или адвокаты будут подавать такое ходатайство. То есть помилование может состояться даже если не защита, не сами обвиняемые, уже осужденные не будут подавать каких-либо просьб об этом? Абсолютно верно. В данном случае были внесены изменения от 14 мая года в указ президента о помиловании, о порядке осуществления помилования и определенный дополнительный круг субъектов, которые вправе инициировать этот вопрос. Но при этом вы, насколько я знаю, не стали и оспаривать приговор. Это действительно так? Да, мы действительно не стали оспаривать для того, чтобы ускорить сроки возврата Ерофеева и Александрова в страну и их гражданство. Не по приговорам абсолютно нет. А потому что дальнейшее апелляционное и конституционное обжалование просто-напросто затянет вопрос о их передаче в Российскую Федерацию. В последнее время все чаще появляется информация о том, что переговоры о возможном обмене идут очень активно, идут на самом высоком уровне. Как вы считаете, возможно ли до конца мая действительно какое-то решение в этом вопросе? В данном случае... Да, Оксана. К сожалению, прервалась у нас связь. Не все в порядке, похоже. Хотелось бы узнать все-таки ответ на вопрос. Но в последнее время действительно часто появлялась информация из разных источников о том, что переговоры могут вот-вот чем-то завершиться, и можно ожидать решения этого вопроса буквально в ближайшие дни. Ну а в свою очередь президент Украины Петр Порошенко заявил о готовности помиловать российских осужденных для дальнейшего обмена их на Надежду Савченко. Давайте послушаем. Я готов использовать любые свои конституционные полномочия для того, чтобы вернуть Надежду домой. Поэтому, если такое обращение поступит, я немедленно воспользуюсь этим. Сегодня мы связались с адвокатом Надежды Савченко Марком Фегиным для того, чтобы узнать, насколько в принципе возможен обмен Надежды Савченко на кого-либо из российских заключенных. Здравствуйте, Марк. Да, здравствуйте. Хотелось бы понять, насколько реален сейчас обмен Надежды Савченко на двух удерживаемых в Киеве грушников. И известно, что их защита будет просить президента Украины о помиловании. Ну, вы знаете, реально то, что сказал сам президент Порошенко, что он готов их помиловать в том случае, если одновременно подобным же образом поступит президент России. Вот это реально. Обменом это можно назвать, ну, обменом, так сказать, в умозрительном смысле, в политическом смысле. Мы не знаем всех деталей разговора между Порошенко и Путиным, но, возможно, они обсуждали именно это. Буквально вчера ночью. Таким образом, это реально. И сейчас мы, со своей стороны, вот я предпринимаю вместе с Николаем Ползовым, некоторые усилия. Мы предпринимаем их в ближайшие дни для того, чтобы, ну, ускорить эту ситуацию. Правильно ли я понимаю, что для этого вам, возможно, придется подавать похожее прошение о помиловании, но уже президенту Путину? Не исключено. Ну, а для этого нужно получить разрешение Надежды Савченко. Я готов взять на себя эту ответственность. А потому что все возможно, возьмут и не помилуют. И тогда лучше это сделаю я, и все дерьмо, как обычно, посыпется на меня, а не на Надю. То есть вы можете сейчас пойти на этот шаг даже без согласия самой Надежды Савченко? Нет, я на это не пойду, потому что есть письменное указание Надежды ни при каких обстоятельствах не подавать без ее согласия. Если только я сумею ее убедить в том, что это может привести к результату, то мы будем пытаться ее освоить любыми путями, абсолютно все равно какими. Но для этого нужно получить ее личное согласие. Потому что сейчас действует ее письменное указание, что любой из адвокатов, который подаст такое прошение без ее ведома, перестает таковым быть. Спасибо большое, Марк. Это программа «Громадская на русском». Мы продолжаем на этой неделе. В центре внимания вновь оказалась тема сбитого над Донбассом Боинг. Дело в том, что австралийская юридическая фирма LHD Lois от имени родственников жертв сбитого Боинга подала иск в Европейский суд по правам человека. И ответчиками в этом иске значатся Россия и Владимир Путин. ИСЦ требуют от России и Путина выплатить семьям погибших по 10 миллионов долларов в качестве компенсации за каждого погибшего пассажира. При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что у российского правительства нет данных о том, зарегистрирована ли вообще эта жалоба родственников в Европейском суде по правам человека. Но вот о перспективах этого иска и о том, чем он может закончиться, мы поговорим сейчас с правозащитником Аркадием Бущенко. Он у нас на прямой связи. Аркадий, здравствуйте. Добрый день. Как вы считаете, есть ли перспектива этой истории, учитывая то, что в ней по большому счету еще и не поставлена точка в расследовании? Ну, наверное, есть, если такой опытный адвокат подал иск в Европейский суд по правам человека. Нужно смотреть заявление для того, чтобы понимать, насколько оно обоснованное. Безусловно, тут будут проблемы с доказанием самого, точнее, не самого факта сбития этого Буинга, а причастности России к этому событию. И, ну, будем смотреть, как удастся это доказать. Хотя есть достаточно много материалов, но неизвестно, что из них использовала эта юридическая фирма, составляя заявление. Это возможно. Теоретически, да. То есть, возможно, в том числе и Путина привлечь к ответственности, заставить его платить по этому суду? Нет, безусловно, потому что Европейский суд не рассматривает вопросы индивидуальной вины. Я думаю, что это такой пиар-ход этой юридической фирмы для того, чтобы привлечь внимание прессы. Поскольку на фамилию Путина клюют очень хорошие журналисты. А почему в таком случае обращение появилось именно сейчас? Почему сейчас понадобился этот пиар? Ну, видимо, сейчас они его подали. Подали заявление в Европейский суд, видимо, сейчас. Там трудно, не имея на руках никаких документов, понять, почему сейчас. Ну, потому что, видимо, исчерпывали какие-то средства правовой защиты или дожидались исчерпания. И когда убедились, что уже все средства правовой защиты использованы или они неэффективны, то решили подать заявление в Европейский суд по правам человека. Но, опять же, информация настолько скудная, что очень трудно что-либо определить. Перспективы иска по двум строкам в газете очень сложно определить. Но хотя бы можно предположить, когда все-таки Европейский суд по правам человека доберется до рассмотрения этого иска? Ведь известно, что там очередь из такого рода исцов стоит. Ну, это будет много лет, да. Я думаю, что, учитывая сложность самих фактических обстоятельств этого дела, это может занять и 7, и 8, и 10 лет рассмотрения заявления в Европейском суде. А скажите, насколько вообще распространены в практике Европейского суда по правам человека подобные иски, когда ответчиком значится страна и ее лидер? Только страна может быть ответчиком в Европейском суде по правам человека. Только государство. Поэтому я и говорю о том, что там даже в формуляре негде поставить фамилию Путина, если так уже говорить, чисто канцелярски. То есть это редко случается, когда лидер страны значится ответчиком вот в подобных исках? Ну, я не знаю, у меня нет информации, насколько часто это ставят. Ну, люди есть разные, ставят. Может и довольны, может и часто. Но никогда не привлекают к ответственности. Это вне компетенции Европейского суда по правам человека привлечь к индивидуальной ответственности. Он определяет ответственность государству. Благодарим за комментарии. С нами на прямой связи был правозащитник Аркадий Бущенко. И мы говорили о перспективах иска австралийской юридической компании. Иска, который подан в Европейский суд по правам человека от имени родственников жертв сбитого Боинга. Еще одна очень важная тема этой недели. С конца апреля во всех крупных городах Казахстана проходят массовые митинги против изменений в земельный кодекс страны. Протестующие требуют отменить закон, который позволяет иностранцам арендовать землю сроком до 25 лет. 21 мая власти Казахстана попытались пресечь очередные акции протеста, которые планировались во многих городах. По официальным данным были задержаны около 40 активистов. Власти страны жестко реагируют на акции протеста, отменяют запросы на проведение демонстрации. В день проведения митингов фиксировались также сбой в работе социальных сетей и мессенджера WhatsApp. По оценкам наблюдателей, в разных городах в митингах приняли участие от тысячи до двух тысяч человек, что невероятно много для страны, где преследуют за публичную критику государственной власти. В 2011 году в Казахстане проходили схожие по масштабам акции протеста. Правда, тогда они ограничились одним лишь городом Жена Азеном. Тогда конец уличным акциям положила полиция, открыв огонь по протестующим. По официальным данным погибло 14 человек. Это, напомним, 2011 год. Ну и мы предлагаем сейчас посмотреть видео, на котором власти Казахстана пытаются не допустить проведения митингов. Я журналист. Нет, вы объясните причину задержания. Будьте добры. Пойдемте со мной. А сейчас с нами на связь по телефону выходит казахстанский политолог. Кандидат политических наук Дасим Садпаев. Господин Садпаев, здравствуйте. Да, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем же все-таки основная причина нынешних митингов? Все ли действительно сводится к недовольству людей новым земельным кодексом? Нет, от них нет. Речь идет не только о проблемах связи с землей. Мне кажется, был большой кубок других социальных проблем, которые уже давно накопились в населении. Потому что за последние годы экономическая ситуация в Казахстане ухудшилась. Здесь рост безработицы. В стране было проведено две девальвации национальной валюты. Естественно, что протестные настроения в Казахстане росли. И вот так бывает, что в нашей республике иногда взрывы происходят неожиданно. И в первую очередь для самой власти. Поэтому то, что было 21 мая, на самом деле, это было уже предсказуемо. Потому что первые митинги прошли в конце апреля текущего года. Опять же, из-за земельного вопроса и там уже было заявлено, что 21 мая могут быть другие митинги. Но я лично считаю, что в основе вот этих протестных настроений решал не только вопрос о земле, но все-таки большое количество других социальных проблем, которые эффективно не решаются в Казахстане. — Скажите, а есть ли какие-то политические требования у протестующих? Или все ограничивается только просьбами, требованиями пересмотреть эти самые законы, в том числе земельные и социальные? — Ну, на самом деле, это были акции гражданского больше, так назовем, неповиновения. То есть это не было политическими митингами и не было еще политических демонстраций. Хотя всегда есть риск того, что если власть не будет прислушиваться гражданам, то тогда экономические и социальные требования могут перерасти в политические. То есть, опять же, здесь есть определенная опасность. И я думаю, что казахстанская власть совершает определенную ошибку, потому что сейчас больше закручивают гайки по отношению к тем, кто инициировал эти митинги. Естественно, это вызывает еще больше недоверия и определенный протестный настрой в обществе. — Но и насколько велик вот этот протестный запал у населения? Насколько его хватит? Какой вы видите перспективы этих протестов? — Давайте исходить из того, что в целом казахстанское общество, оно очень сильно разделенное. По многим вопросам и, кстати, по событиям в Украине. Казахстанское общество сильно раскололось. Кто-то Россию поддерживал, кто-то, наоборот, успал за Украину. По событиям, в связи с Турцией, например, аналогичный раскол. По вопросу о земле аналогичный раскол также произошел. Потому что надо отметить, что в Казахстане очень сильное влияние российских свет с массовой информацией. И вот в этом плане определенная часть карахстанского населения находится под влиянием все-таки этих иностранных СМИ. Эта пропагандистская машина очень мощно работает. Поэтому многие увидели вот в этих акциях протеста некую попытку, скажем так, совершить аналог Майдана. Этот термин стали часто, кстати, использовать и некоторые официальные идеологи, и некоторые провластные СМИ. То есть они пытаются какой-то цепь не запугать население в том плане, что вот вот здесь замечается некая революция, которая приведет к бардагу хаосу. Поэтому определенная часть населения, конечно, отнеслась к этому с осторожностью. Но другая часть населения, она все-таки считает, что других способов заявить о себе нет. Поэтому казахстанское общество сильно расколото по этому вопросу. И я думаю, что при нынешней власти, при нынешнем президенте маловероятны, конечно, какие-то серьезные политические катаклизмы. А вот с его уходом во время транзита власти, я думаю, все эти протестные настроения вырвутся наружу. Вот даже президент Нурсултан Азарбаев говорил о том, что не допустит повторения украинских событий в Казахстане. То есть власть действительно боится, что это начало нового Майдана? Они себя уже начали пугать даже не с событий в Украине, а еще с 2005 года, когда в Кыргызстане произошла первая смена власти. Вы помните, да? Насильственная смена власти, когда Аскар Акаев сбежал в Россию. Вот тогда, кстати, в Казахстане активно стали эту тему продвигать, что вот-вот все время тут зреют определенные заговоры и революции. Усилили контроль неправительственными организациями, политическими партиями. Потом события в Украине и так далее. То есть это, конечно, в какой-то степени на официальном уровне постоянно этот страх внедряется. В сознании людей, что вот сейчас, да, может быть, не очень хорошо, но пока в мире стабильно. Вот. Мы же не хотим, чтобы повторилось, как в арабских странах и так далее. Кстати, перед митингом 21 мая, перед этими акционами протеста, роликов пространили. Через WhatsApp, через YouTube. Ролик сделан официальными структурами, где как раз-таки контраст такой был. Потому что вот, ребята, вы живете в такой хорошей стране, стабильность в мир. Неужели вы хотите вот этот хаос? И тут же показывают картинки с арабских стран и говорят, не ходите на митинг 21 мая. То есть именно на таком контрасте власть сейчас работает. Я видел в том числе немножко другой ролик. Был ролик, который, насколько я понимаю, крутили по официальному, по первому каналу казахстанского телевидения, где какие-то люди без лиц передавали друг другу деньги. Это были американские доллары. И ведущие объясняли, что это вот, собственно, американские доллары, которыми подкупают протестующих. Это, знаете, да-да-да, это была настолько топорная сделанная работа, что внутри самого Казахстана, практически у всех казахстанцев, даже у тех, кто является сторонниками теории заговора и возможных там рук Вашингтонского госдепа во всех революциях, даже они к этому отнеслись с определенной долей возмущения, потому что то, что было показано, на самом деле в какой-то степени рассматривали народ как некая стада баранов, которые ничего не принимают, которых можно купить таким простым и глупым способом. Это вызвало гигантское возмущение и даже судебный иск. То есть некоторые люди подали судебный иск против этого первого канала Еврагии, именно обвинив в том, что это была ложь и клевета, и необходимо в какой-то степени ограничить такие неправомерные действия со стороны так называемых журналистов. Ну и в заключении скажите нам, какие планы у протестующих, намечены ли на ближайшее время какие-то еще акции протеста? Маловероятно, потому что основных лидеров, активистов их сейчас очень сильно прессуют, то есть некоторым хотят статьи, уголовные статьи пришить. А потом опять надо исходить из того, что то, что произошло 21 мая, на самом деле не было организованным таким действием, да? То есть там не было конкретного лидера, не было каких-то оппозиционных сил, потому что в целом Казахстан не закончился, и пока старые оппозиции ее практически нейтрализовали, а новое еще не появилось. Поэтому опять же сейчас протестные строения, они пока бесконтрольно существуют, нет мобилизующей силы. И пока каких-то конкретных планов, четких действий ни у кого нет. Локальные, спонтанные взрывы, конечно, могут произойти, но пока ничего не наблюдается. Благодарим вас за этот комментарий. У нас на прямой связи был кандидат политических наук Дасым Сатпаев. Президент Таджикистана Имамали Рахмон, похоже, может получить статус пожизненного, вечного президента. Связано это с тем, что в минувшее воскресенье в Таджикистане прошел референдум, и его участники, жители страны, проголосовали за изменения в Конституцию. Изменений там много, поправок несколько десятков, но большинство этих поправок носит технический характер. А главные касаются именно президентского поста. Во-первых, теперь президент может избираться на этот пост неограниченное количество раз, что, как я уже сказала, делает его практически вечным. А кроме того, снижен возрастной ценз с 35 до 30 лет. Это дает возможность старшему сыну Имамали Рахмона тоже избираться на пост президента, претендовать на это кресло. По данным Центра избиркома, в референдуме приняли участие, простите, не приняли участие, а проголосовали за изменения в Конституцию 94,5%. То есть практически стопроцентное согласие с тем, что происходит. А приняли участие, приняли участие, по официальным данным, 92% от списочного числа избирателей Таджикистана? Мы поговорили с журналистом «Радио Свобода» и с Таджикистаном Искандером Феррусом о том, как проходил референдум и к чему могут привести его результаты. Искандар, добрый день. Добрый день, еще раз. Скажите, ведь это уже не первое изменение Конституции вот таким способом в Таджикистане? Вообще-то в Таджикистане уже третий раз меняют Конституцию, вносят изменения. Но два предыдущих раза были как раз связаны с тем, чтобы дать возможность нынешнему президенту Еммоли Рахману баллотироваться на новый президентский срок. И тогда также были проведены референдумы, и при поддержке голосов населения Рахман получил возможность дважды выдвинуть вновь свою кандидатуру на президентский пост. Ну, нынешнее изменение Конституции, это вообще считается очень масштабным, так как проводился этот референдум в новых условиях, когда Рахман официально уже провозглашен лидером нации. И изменение в Конституции теперь означает, что ограничение, которое было прежде в законодательстве о том, что один человек может выдвигаться кандидатом в президенты только два срока подряд, отменяется для лидера нации. Да, а теперь неограниченное количество раз. Неограниченное количество раз. А как вы думаете, что вообще говорят об этом аналитики? Почему именно сейчас решили принять вот эти поправки в Конституцию, такие масштабные? Это прежде всего связано с тенденцией укрепления монархического направления в странах Центральной Азии. Это наблюдается в соседних странах, как Казахстан, Туркмения, Узбекистан. И Таджикистан решил пойти тоже по этому пути, но сделав что-то особенное, то есть введением поста лидера нации. Расскажите коротко, как проходил референдум, насколько активно люди голосовали? По информации государственных телеканалов можно было сделать вывод, что голосование было очень активным. И мы видели в видеорепортажах, что люди группами шли голосовать. Но наблюдение как простого журналиста, как гражданина, я не заметил особой оживленности среди людей, желающих пойти и проголосовать. И есть еще один интересный момент, что в течение последних 25 лет на всяких выборах и референдумах в Таджикистане обязательно присутствовали международные наблюдатели, в том числе из ОБСЕ и западных стран. Но нынешний референдум прошел без их участия, и были только наблюдатели исключительно из стран СНГ и Санхайской организации сотрудничества. Большое спасибо за комментарий. У нас на связи был журналист радио «Свобода» в Таджикистане Фирус. В Украине продолжается процесс декоммунизации. 19 мая Верховная Рада переименовала сразу около 300 населенных пунктов, и самым знаковым, самым громким переименованием стало переименование города Днепропетровска. Из этого названия убрали упоминание о коммунистическом деятеле Петровском, и город превратился просто в Днепр. Это при том, что, согласно самым разным опросам, большая часть жителей Днепропетровска выступала за формальное сохранение названия Днепропетровск, хотя неформально и неофициально все они, конечно, называли город Днепром. Мэр Днепра или Днепропетровска Борис Филатов сообщил, что переименование и изменение как уличных указателей, так и разных документов обойдется в 700-800 тысяч гривен. Давайте посмотрим опрос жителей как раз на эту тему. Что я вам скажу? Наша Рада не думает о том, что это затраты для людей. Ей лишь бы сказать, как говорится про кукарей, простите. Вот и все. А нам, людям, надо за все платить, за все квитанции, за все переоформление, нервничать, ходить по каким-то установкам. Да, отлично. Так его и так все называли Днепром, по сути дела. Сечеслав? А, Днепро? Да, сегодня враньце Верховная Рада. Нормально, нормально. Хорошо, одобряем. Одобряем, да, нормально. Привыкли к прошлому названию. Мне кажется, лучше прошлое название. Как жили, так и будем жить. Знаешь, что проименовала враньце Верховная Рада, проименовала Днепропетровск на Днепро? Нормально, пойдет. А старое устраивало? Не, ну тоже, да, устраивало. Ну, а сейчас только Днепр. Днепро нормально тоже, в принципе. Ну, согласна. Ну, как вы видите, молодежь чаще, говорит, сойдет, а старшее поколение очень боится каких-то трудностей, связанных с бюрократическими вещами и с возможными затратами, которые лягут на их плечи. Но, кроме того, было еще несколько переименований. Переименовали город Днепродзержинск, Днепропетровская область, он превратился в Каменское. Комсомольск, Полтавская область. Вокруг Комсомольска много было разговоров и предлагали даже аббревиатуру, как аббревиатуру его воспринимать и оставить это название. Но нет, и Комсомольск превратился в Верхние Плавни. Кузнецовск, Ровенская область в Варош, а Тюрупинск в Алешке. Мы все эти переименования обсудим сейчас с директором социологической группы «Рейтинг» Алексеем Антиповичем, он у нас в гостях. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте с Днепра и начнем. Как вам это переименование? Ну, мне как социологу или мне как гражданину? А давайте и так, и так. Нет, я должен говорить как социолог, наверное. Мы не единоразово мерили вопросы и переименования в Днепре, и в Кировограде, допустим. То есть это самые громкие. А вы, кстати, отслеживали, как оно менялось, отношения? Вот есть какая-то динамика? Так вот, для начала надо сказать, что украинская власть, к сожалению, не занималась промоцией декоммунизации и промоцией даже конкретных переименований. Этим надо было заниматься, это однозначно, но у нас же... Это должна была быть просветительская работа, рассказать, что на этом месте было, как называлось. Да, 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 да. И поэтому часть бы граждан, которые сейчас, вот мы слышали в комментариях, говорят о том, что это ужасно, там, или это ложится на плечи налогоплательщиков, это переименование, они бы не так, скажем так, не так протестно были бы настроены. Вот. Потому что, ну, Петровский, который организовывал Голодомор в Украине, понимаете, ну, и иметь такой же город там же, где был Голодомор, где он... Я прошу прощения, но было, например, предложение формально сохранить город, название города Днепропетровск, но сделать таким образом, чтобы упоминался не вот Петровский, деятель коммунистической партии Советского Союза, а апостол Петр. При этом название сохранилось бы прежним. В Германии есть хотя бы одна улица Гитлера. Другого Гитлера. Другого Гитлера. Однофамильца там, или не знаю, еще чего-то. Наверное, нет. Но это все равно, что оставить улицу Ленина и сказать, что там живет Лена. Это все должно быть переименовано, и если у нас принят закон о декоммунизации, если государство взяло такой курс, соответственно, его надо выполнять. И позиция, допустим, полтавского мэра Мамая, который, собственно говоря, не занимался этим вопросом, позиция других градоначальников, позиция даже избранного мэра Днепропетровска, теперь уже Днепрофилатова, она говорит о том, что они все идут, представители местной власти, идут на поводу у настроения граждан. А настроение я подтверждаю полностью, что, конечно же, украинец является достаточно консервативным по своей сути, и менять что-либо он не хочет. Ему бы его не трогали, и вот это и есть счастье, назовем это так. Соответственно, спрашивать у людей, хотят ли они переименование города, в котором они живут, наверное, и не стоит. Все опросы и наши, и, может быть, наших коллег подтверждают то, что граждане не особо хотели бы переименование городов. А какой вопрос, вот скажите, как социолог, какой вопрос нужно задать, чтобы выяснить реальное настроение граждан? То есть предоставить им выбор и сказать, какое название вам больше нравится? Если государство приняло курс на декоммунизацию, то задавать вопросы гражданам уже нечего, надо просто ее выполнять, наверное. Так я и говорю, почему бы не спросить, какое из названий им больше нравится? Это, допустим, вот в Кировограде мы мерили, да и в Днепропетровске мы мерили, но это было чуть раньше. Мы мерили разные названия. Соответственно, конечно же, большинство выбирает, если там становится список с бывшим названием, как Кировоград или Днепропетровск, о котором мы сейчас говорили, в честь другого Петра названия. А с чем это связано? Они выбирают старое название. Почему люди выбирают старое название? То есть это консерватизм? А каковы корни этого консерватизма? Почему люди не хотят нового? Почему люди боятся переименования? Украинцы боятся нового. Украинцы вообще боятся изменений даже во власти. Вы видите, что мы выбираем одних и тех же на самом деле, но при этом декларируем о том, что нам нужны новые политические силы, новые политические лидеры. Мы готовы голосовать за молодежь, которая еще не запятнана в коррупционных схемах, но при этом мы все равно идем и голосуем за старых политиков, которые имеют опыт управления государством. Вы как социолог можете ответить, почему это происходит? В чем корни глубины этого страха? Это наша ментальность. Лишь бы нас не трогали. Наша хата с края. Вот это то, что воспитывалось на протяжении столетий, наверное. Мне кажется, что это наследие больше советское. Это наследие вообще всей истории Украины. Потому что приходила одна власть, уходила, приходила вторая власть, уходила, приходила третья власть. И, соответственно, украинцы учились жить при любых властях, при любых названиях, при любых градоначальниках, лишь бы их не трогали. И, соответственно, дальше сейчас это все уже переосмысливается в то, что менять не надо, это наша история, и пошло-поехало. Ну, какая это история? Это плохая история, которую надо менять на хорошую историю, и никуда от этого не деться. Но так или иначе, я понимаю, граждан, которые живут в городах или на улицах, которые меняются, им надо будет где-то там со временем, наверное, поменять какую-то довидку или паспорт или еще чего-то. И, может быть, это будет делаться планово, а не то, что все надо всем встать и всем жителям Днепропетровского встать и пойти менять паспорта. А я не думаю, что это так. Вы знаете, мне кажется, что это еще связано с консервативным отношением к языку. Потому что вот если... Мы все знаем Днепр, и так все называли Днепром. Но как только зашла речь о том, что это сделают официальным, многие воспротивились. Точно так же, как, например, многие люди, к несчастью, говорят, звонят. Но если им сказать, что звонит, появится в словаре, они скажут лингвистов на мыло и не допустят этого. Это консервативное отношение к языку. Нельзя узаконить то, чем ты вроде бы сам пользуешься, но тебе кажется не совсем правильно. Это скорее не к языку, а к названию все-таки. Это язык. Ну хорошо, но если большинство украинцев и жителей Днепра называли свой город Днепр, и сейчас он является Днепр, то что здесь плохого? Основные аргументы совершенно другие. Ко всему можно привыкнуть, и украинец привыкнет, его не надо об этом спрашивать. Основные аргументы это то, что, а, это не первоочередная государственная проблема, декоммунизация как таковая. Б, на это уйдут большие деньги бюджетов местных или центрального, не знаю, но это я называю аргументы, так ли это есть, я не знаю. Да, да, да. И третье, что это наша история, зачем ее трогать и пошло-поехало. Ну а как строить новую Украину, если стоит памятник того, кто уничтожал эту Украину. Об этом говорилось уже не единожды. Соответственно, вот эти все аргументы надо просто людям объяснять, и объяснять где-то с высоких трибун, где-то с местных, и потихонечку, потихонечку это все может пойти. Но, поскольку украинец инертен, общественное мнение очень инертно, соответственно, приняли решение, переименовали, забыли и пошли дальше. Соответственно, никто не будет, в принципе, подниматься на какие-то там, не знаю, восстания или еще чего-то по поводу того, что их город переименовал. Если это не будет подогреваться, конечно же, той же властью или политиками, которые... То есть вы считаете, что по прошествии нескольких лет вот те люди, которые сейчас активно выступают против переименований, будут относиться к новым названиям совершенно спокойно и не будут делать трагедии из... Я даже говорю о нескольких месяцах, потому что это реально не та проблема, которая волнует граждан Украины. Их волнует материальное положение, их волнуют тарифы, их волнуют состояние там семьи, образования, медицины, да, что угодно. Но не это проблема. Поэтому сделали, пошли дальше и забыли. И на самом деле украинец привыкнет, как он привыкает ко всему, что у нас творится многие, не то что десятилетия, наверное, уже и столетия. Ну, а как вы считаете, вот эту информационную кампанию, которую не провели, как вы говорите, ее уже поздно проводить? Конечно, поздно. Если уже идут эти переименования, если решения принимаются, да, процесс декоммунизации, наверное, не настолько быстр, как это можно было, кстати, сделать. С другой стороны, когда-то мы спрашивали украинцев по поводу того, как они относятся к запрету коммунистической идеологии как таковой. Большинство, и после Майдана еще больше людей положительно относились к запрету коммунистической идеологии. Поэтому, ну, есть, конечно же, региональные отличия, да, Запад тотально, центр помягче, с этой же позиции лучше не трогать, Восток против, потому что это наша история, мы жили в советское время, и мы вообще советские люди. Ну, соответственно, у нас и основная часть переименований происходит где? В центре и на востоке Украины, а не на западе, который давным-давно переименовал все эти улицы Ленина и Сталина, и пошло-поехали. Вот, оказывается, не везде все переименовано еще. Например, в Польше не закончился еще процесс декоммунизации, к моему удивлению, я вот сама недавно об этом узнала. Он там только начинается по большому счету. А я-то думала, уже не осталось следов. Только 20 мая был подписан в Польше, президентом Польши, Анджем Дудой, был подписан закон о декоммунизации страны. О запрете коммунизма, да. И в будущем из общественного пространства в Польше должны исчезнуть названия, связанные с коммунизмом, будет у местного самоуправления, у органов местного самоуправления 15 месяцев на то, чтобы провести общественные консультации, которые касаются переименования улиц. И мы сейчас предлагаем нашим зрителям посмотреть небольшой фрагмент интервью с директором бюро по предоставлению доступа и архивации документов Института национальной памяти Польши об опыте их страны. Давайте посмотрим. Декоммунизация началась в Польше 26 лет назад, возможно, даже 27 лет назад. Символом декоммунизации в Польше стало разрушение памятников Феликсу Дзержинскому в центре Варшавы. И после того периода данный процесс приостановился. Сейчас разработан новый закон, который был подписан президентом Польши. Закон о декоммунизации. Вместе с Институтом национальной памяти, Комиссией по расследованию преступлений против польского народа, мы продолжаем процесс декоммунизации. Это значит, что мы изменим название улиц. Возможно, не разрушим, но уберем некоторые памятники, которые все еще есть в Польше. И я думаю, что результаты будут заметны уже вскоре. Мы считаем, что это борьба за будущее, за нашу ментальность, за будущие поколения. Потому что у нас нет, скорее у нас не должно быть молодых людей, которые будут думать, что улица названа в честь героя, а не в честь убийцы, например. Именно поэтому опять мы приступили к процессу декоммунизации. Но на этот раз более тщательно, чем несколько лет назад. Институт национальной памяти сделал определенные шаги для того, чтобы рассказать о настоящих героях, чьи имена могут носить улицы. Подготовил специальные брошюры о героях Второй мировой войны, послевоенного времени, польской антикоммунистической оппозиции и сопротивления. Люди могут прочитать истории о них, все довольно популярно написано. Возможно, они задумаются, что это хороший повод изменить название улиц в их честь. Это способ изменить ментальность и убеждение людей, которые выступают против таких изменений. Пан Лискевич несколько раз сообщил о том, что если не уничтожить, то, наверное, как-то убрать или, возможно, переименовать монументы коммунистической пропаганды. Вот в Украине тоже идет этот процесс демонтажа коммунистических памятников. Так ли он необходим в деле декоммунизации или, возможно, стоит к этим старым памятникам просто добавить новое объяснение, какие-то таблички, которые бы объясняли украинцам, новым поколениям украинцам о том, кто эти люди и почему советская власть ставила им памятники? Может быть, был бы больший эффект от этого? Почему советская власть ставила памятник людям, которые уничтожали Украину или организовали голодобор? Если именно так и будет написано на этом памятнике, что вот этот памятник был поставлен большевиками человеку, который уничтожал Украину. Это история. Я не думаю, что дальше, чем польский коллега очень хорошо сказал насчет брошюр, насчет разъяснительных работ. И я уверен, что поляки как таковые, они больше этим будут интересоваться, хотя бы потому, что они больше свободы имели, дольше период имели свободу, нежели украинцы. Возможно, я не знаю. Где-то на каком-то ментальном уровне поляки, наверное, скорее согласятся на переименование своей улицы, на которой они живут. Если они узнают, что эта улица называется... Много... Большинство людей не задумывается, почему улица называется именно этой фамилией или этим героем. Герой ли он? Большинство людей не интересуются историей, к сожалению. Так как для этого и нужна информационная кампания? Вот они сейчас говорили... Поляки этим занимаются, мы этим не занимаемся. И, конечно же, у нас можно объяснять и отсутствием денег, и отсутствием желания, и отсутствием чего угодно, но тем не менее, украинец, он скорее бы принял этот процесс переименования, если бы такие разъяснительные работы были. Но тем не менее, еще раз повторюсь, если взят курс, то я не думаю, что в Польше какой-либо градоначальник, мэр или депутат будет подавать в суд на это переименование, и это точно все будет проходить. У нас же, как вы видите, это во многих местах в целых саботируется. Так а вот вы говорите, украинцы инертно, а видите, как в Польше-то долго тоже затянулось, началось, остановилось, потом опять... Ожидать за пару месяцев о том, что у нас изменятся все названия? Нет. А осознание людей? А сколько у нас советских людей в государстве? Да у нас еще не так давно 40% украинцев сожалели о распаде Советского Союза, эти цифры двухгодичной давности, до Майдана. А после вы не замеряли? После замеряли, их меньше, но их все равно около 20 или даже четверти, поэтому о чем мы говорим? Сознание человека меняется очень долго, и ожидать о том, что мы перестанем называть Великую Отечественную войну, а начнем ее называть, наконец-то, Второй мировой, от этих людей, наверное, не стоит. Эти люди вряд ли изменятся в принципе, это старшее поколение. Но самое страшное, вот по результатам наших исследований, допустим, кто наименее поддерживает переименование города Кировограда? В вашем сюжете о Днепре нормально говорили люди, но если говорить о репрезентативной социологии, сделанной, допустим, нашей компанией в городе Кировограде, то наибольшими противниками переименования Кировограда является молодежь, а не старшее поколение. Почему? Потому что старшее поколение, оно знает историю больше, чем молодежь. Да, оно по-разному относится к коммунистическому лидеру Кирову, да, оно по-разному относится к коммунизму как таковому или к Советскому Союзу. Но у него есть мнение, кто-то за, кто-то против, поэтому там понятна оценка, поддерживаешь или не поддерживаешь. Молодежь в основном не поддерживает. Почему? Именно через консерватизм, именно через непонимание, зачем это делать. Они не знают, кто такой Киров, и они никогда и не будут знать, кто такой Киров, но они не хотят менять. Поэтому сознание молодежи, старшего поколения, мы не изменим декоммунизацию. А вот сознание молодежи мы должны менять, в том числе и декоммунизацию. Спасибо большое за разговор. Алексей Антипович, директор социологической группы «Рейтинг», был у нас сегодня в гостях. А мы теперь предлагаем вам посмотреть небольшой фрагмент интервью с Павлом Жатчиком. Это бывший директор Института исследований тоталитарных режимов в Чехии. И он расскажет о том, как декоммунизация, как переименование проходили именно в этой стране. Когда началось переименование улиц в рамках декоммунизации в Чехии? Это началось сразу после революции в Чехословакии. В 1989-1990 годах местные власти и парламент начали менять коммунистические названия улиц на новые. Это было частью революционного процесса. Я помню, когда мы основали Институт изучения тоталитарных режимов в 2008 году, мы также решили изменить название улицы, на которой он находился. Она была названа в честь какого-то советского чиновника, а сейчас она носит имя Севец. Это один из наших героев. Ему пришлось сжечь себя из-за коммунистической агрессии или советской агрессии против Чехословакии. То есть процесс до сих пор идет? Нет, я так не думаю. Он завершен. Я, конечно, не могу сказать, что мы изменили все названия. Даже в Праге есть такие улицы, которые названы в честь коммунистических подпольщиков во времена Второй мировой войны. Но это вопрос времени. Это часть процесса трансформации. Это то, что, как я думаю, сейчас происходит в Украине. Как реагировало население тогда и сейчас? На самом деле это и должно было начаться рано или поздно. Улицы были названы именами коммунистических функционеров и чиновников. Это был нормальный процесс. Никого он не беспокоит. Это непростая ситуация для Чехии, но с того времени нет голосов, которые хотели бы вернуть старые названия. Это часть революции, часть перемен. И это точно необходимо для формирования публичных мнений. В конце нашей программы мы предлагаем вам ознакомиться с интервью с Анастасией Леоновой. Это россиянка, которую служба безопасности Украины подозревает в причастности к организации терактов на территории Украины. Адвокат Леоновый неоднократно заявлял о том, что нарушались права его подзащитные, в том числе во время даже ее задержания. В частности, он указывал на то, что во время конвоирования на голову Леоновой надевали мешок, а во время допросов следователи отказывались снимать с нее наручники. В ответ на это советник, председатель СБУ Юрий Тандит опроверг информацию о пытках задержанной. А мы, Ксения Туркова и Юрий Мацарский, сегодня прощаемся с вами. До свидания. Когда вы приехали в Украину, это весна 15-го? 7 апреля 15-го года. Я ехала, в смысле, переехать, но вот именно тогда я не думала, что я приехала с одним чемоданом. Я не хотела превышать никаким образом, нарушать миграционное законодательство. Я думала, что неделя-две, месяц максимум, и я вернусь, собираю вещи. У меня жилье в Москве, у меня мама в Москве, у меня там подруга моя за орхидеями, за моими до сих пор присматриваю. Я, скорее, не ехала в Украину с какой-то целью, я уезжала из России с той целью, что там уже было совсем невыносимо находиться. Для человека, который не верит в распятых мальчиков, в то, что запрещен День Победы в Украине, в том, что здесь фашисты, в том, что, разговаривая в Киеве по-русски, можно получить пулю в лоб или, как минимум, каких-то тумаков. Я не могла в это поверить, потому что у меня родственники здесь, я неоднократно приезжала в Украину. Вы занялись волонтерской деятельностью? Да. Где это было? Сначала в Мариуполе, потом переехала в город Харьков, была сам инструктором, была волонтером правого сектора и Азов. Изначально я вообще жила в Харькове, ни на какой, ни на базе, просто приходила в офис, маленький офис они снимали. Меня попросили возглавить информационное дело. Я занималась, в принципе, тем же, чем я занималась в Москве, будучи с Эмилией, с ММ, связь с общественностью, ведение интернет-страничек. Когда потом я попала на базу, я увидела, что на самом деле происходило пьянство, очень много людей с уголовным прошлым и настоящим. И я поняла, что мне немножко, наверное, не по дороге с этими людьми. Это про право сектора, да, говорите сейчас? Которое в Харькове? Да. Ну, это уже расформированный батальон, поэтому они больше не существуют. И после этого вы оказались в Азове? Меня позвали быть у них сам инструктором. Я занималась и примерно тем же еще и работа с населением информационной, вот эти вот палатки. Также сбор волонтерской помощи, но уже для помощи мобилизованным военнослужащим именно из того района, где это находилось, в Харьковской области. Там очень, скажем так, не люксовые условия. Это бывший там заброшенный детский пионерский лагерь. И после шестинедель на этой базе как бы, ну, я немножко устала. Я поняла, что, наверное, хватит, с меня хватит. И, наверное, нужен был все-таки не просто парамедик. То есть там приходилось и шить, и накладывать какие-то серьезные повязки, потому что ребята очень молодые, в большом количестве. И там вот как бы каждый заезд, там 30-35 молодых мальчиков, которые травмировались, ну, как-то так тоже. Им скорее нужен был там целый хирург, чем просто парамедик. Наверное, это мое представление, да, они немножко не совпало вот с тем, что... Ну, мне казалось, что я как бы сделала то, что могла, то, чем я была опучена, да. То есть у меня сертификат именно инструктора по оказанию первой помощи. Я прошла курсы парамедиков, именно военная, военно-полевая медицина. Все. Ну, я отдала то, что могла. То, что мне могли дать, наверное, только какое-то моральное удовлетворение. Но, по крайней мере, я таким образом как бы оправдывала для себя то, что вот какую-то пользу я принесла, ну, 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 и хватит. Я не держала оружие в руках, я не участвовала в боевых действиях и не стремилась особо к этому. Но у вас в этот момент уже было понимание, что вы хотите делать дальше? Да, вернуться к своей нормальной, обычной жизни, работать с вином, работать по специальности. Вы сказали о том, что вы хотите отказаться от российского гражданства. Но оставаться гражданкой Российской Федерации, когда у Украины, ну, не будем называть это АТО, будем все-таки называть это как есть. Это практически военные действия, и я являюсь в данный момент де-юре гражданкой страны-агрессора. Я имею право на получение гражданства Украины по территориальному происхождению. Моя бабушка в состоянии, 91-й год, гражданка Украины. Я имею право претендовать на гражданство Украины, имею право его получить. Здесь у меня есть надежда на то, что все-таки этот вот такой небольшой, ну, все-таки 150 дней, ну, что все это закончится, что все это, скорее всего, какое-то недоразумение, там, ошибка, недосмотр, ну, большая вероятность. Если бы это случилось в России, ну, подобная ситуация, шансов было бы гораздо меньше. Да, у меня есть постановление Верховного Суда Российской Федерации, опять же, адвокат передал мне его еще в СИЗО. В правый сектор признана экстремистская организация, даже то, что я была просто волонтером этой организации. Меня могут преследовать по закону, меня могут читать экстремисткой, вот только на основании этого. Я боюсь, что мне лучше туда не ездить. По крайней мере, пока не сменится текущий президент. Президент.